Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброго утра из Макао Наш вид из окна Хотя утро у нас такое Уже себе утро Уже самый настоящий день Мы очень хорошо выспались И сейчас собираемся ехать на башню Макао У меня туда уже куплен входной билет Так, ну все, мы пошли Покорять Макао Ага, точно Что ты научился делать? Я научился здесь ездить на первый этаж Это так сложно? Здесь же все по-китайски Попробуй по-китайски Да, здесь, кстати, есть некоторые лифты Которые не привезут на 15-й А привезут только, например, с 16-го Там до 20-х каких-то этажей То есть неправильный лифт войдете и не уедете Сейчас Игорь обещал нам красивый вид Вот так Ничего такой вид Ой, как холодно У них кондиционеры, конечно Работают Вот смотри, вот шаттлы, по-моему, внизу стоят Вот туда надо пройти Видишь, синие Мы не решили еще, как нам ехать Есть вариант на такси Есть вариант попробовать найти Бесплатные шаттлбасы от этого отеля И есть вариант пешком Пешком я посмотрела Там что-то минут 40 вроде идти Сейчас сориентируемся на местности Вот как обычно Вот прям так и хочешь Ну поехали на такси Если тебе так прямо вот хочется на такси ехать Десять рублей Ну какие же десять-то Местных Посадок Блин, все, на этого и черные Ого, ты посмотри Мост зеркальный снизу Боже мой, все должно сверкать Все, все Невозможно, чтобы не сверкало Вот черный дом А, да, точно Сейчас приближу Игорь А вот такси занимают Оба Это твоя карма Потому что я не хочу до такси ехать Моя карма, это ты Слушайте, как говорит Моя карма, это ты Не могу не согласиться Куда идти? Ты пока здесь стоял Там уже, по-моему, эти шаттлбассы уехали Хотя там вон какие-то стоят Пойдем туда, дойдем, посмотрим Вернемся сюда Ну вы поняли, да? Я тут без слов Говорят, что это здание С разных точек Макао видно Ну пойдем, пойдем Пойдем туда Подойдем в такси Ну хочет барина такси Разве можно же отказать? Правда, Игорь Геннадьевич? Да Спроси про Макао Тауэр Так, вы можете Поняли друг друга По счетчику едем 19 местных посадка Ну ладно Ну ладно Ну ладно сейчас обратила внимание там девушка с собакой гуляет собачка сейчас подписывала на мостовую она достала бутылку все помыла эти бутылки но бутылку с водой все смыла пошла дальше ну что друзья мы приехали к макао-тауэр вот она там над нами потом посмотрим на нее со стороны что хотел сказать такси действительно недорогое ну мы правда тут и ехали вот это наша . которая видна издалека вот эти наши отели по стоимости 33 местных доллара это получается где-то ну 350 рублей такси единственное что расплачиваться только наличными у нас наличные были можно гонконгскими можно местными маком долларами макао и я где-то знаете читала что здесь не принято давать чаевые что это типа не не входит в культуру и мы заплатили 35 долларов грим не надо сдачи он не они не 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 дал нам 2 доллара сдачи так билеты купила заранее на сайте клуб единственный минус этого сайта то что надо расплачиваться только зарубежными карточками а так сайт конфетка очень не понравился по азиатским странам есть практически все входные билеты в общем много какую бронь можно заранее провести везде есть небольшие скидочки то есть допустим там не 13 долларов за платья 10 и когда вы можете заказывать она так хорошо подкапливается так ну что мы нашли сюда куда нам а нам прямо на рано-то пройти игре это рада все уже как новому году красиво украшены киеве где основа такое праздничное настроение видишь мы в классное время приехали да все сверкает еще больше чем возможно чем было до этого проходим через какой-то торговый центр видимо булочки мы кстати не ели вообще ничего не завтракали не обедали обсерватория короче ну привыкает все по португальски везде кстати вы представляете макао освободился вот этот от этой от этого колониального режима португалии только в конце 1999 года представить как недавно сюда наверно и гонконг тоже время англичан освободился они вроде как я так понимаю что идут в сторону китая в итоге сюда нам сказали подойти отменять не знаю что это такое ты лотерея какая-нибудь наверное не все в лотереях обычно думаю да в общем нам надо электронный билет ну как и получить подтверждение обычно берете к так с рестораном мы пока не разобрались идем пашню лифт мы заходим лифт ушки берегите ушки Так, это мы на закрытом, а есть, видимо, еще вот эти аттракционы выше есть. Он, может, на каком-то еще другом лифте, я не знаю. В общем, что здесь... Ой. Ой. Игорь, пойдешь гулять по полу? А? Пойдет. Нет, он по железной штучке ходит. А по стеклышку? А по стеклышку? Страшно? О, молодец. Молодец. Игорь высоты побаивается. Так, ну я же тоже должна пройти, вы же понимаете. Пойдемте. Ай, ай, ай. Забавно. Вот ты знаешь, что тебя выдержит, да? А все равно так внутри... Оп. Оп. Знаешь, что выдержит пол. Пойдемте еще раз? Пойдемте. Игорь, давай я тебя сфоткаю. Да, видимо, это на самом верхнем. Ну, давай, обойдем ее кругом. Чем эта башня известна? Здесь вторая в мире по величине высота тарзанки. Первая, по-моему, в Лос-Анджелесе, кажется. Вот, то есть стоит это каких-то немалых денег, но вот люди прыгают на этой тарзанке. Зачем они учились обклеивательными новогодними чудиками? Загораживают красивый вид. Вот. А еще есть здесь такой... Ой, как красиво. Смотрите, скамеечки есть, чтобы посидеть, полицезреть. А еще есть такой здесь вариант развлечений. Человека привязывают на вот этот спасательный трос. И он обходит всю эту башню кругом по такому достаточно узкому пространству. И говорят, наблюдать за этим интересно, а вот ходить не очень. Страшно. Ну, а что? Смотрим Макао. Вон, смотри, здесь особенно видно, какое все изрезанное, да? То есть все какими-то... Здесь много насыпных кусков. Здесь мы находимся на материковой части Макао. Есть еще островная... Ой, как же он называется, да? Тайпа. Тайпа, по-моему. Вот. И там даже два острова соединяли вместе, то есть насыпали... Делали насыпную территорию, чтобы из двух островов сделать достаточно одно большое пространство. Ну, насыпным территорием нас не особо удивишь. В Петербурге лучше бы их не делали. Да? У нас тоже пытаются от моря отжать кусочек, от залива. О, какое небо. Смотри, какие облака. Глазами меньше видно, чем на камере. Ну что, пойдем обойдем еще кругом? Мне нравится. Народу мало, что самое главное. Да? Людей мало. О, какие мосты. Вот, видите, все связывают мостами. Все кусочки островов. Интересно. А погода какая дивная. Вы знаете, мы когда сюда летели... Ой, ты покататься хочешь? Я боюсь, ты не влезешь уже. Внуков тебе надо, батенька. Внуков. Мальчики. Запрос отправлен. На самолетик? Нет, ты уже сколько на самолетике вчера летал? Хватит с тебя. На паровозике. На паровозике? Не знаю. Скоро будет у тебя, ну, почти что пароходик. Точнее, не совсем пароходик. Что я начала говорить? Ты меня фрекаешь. Вот чего ты меня фрекаешь? Здесь опять. Вот, видите, бесстрашный кардинальщ. Уже спокойно идет. Тут он, герой. Героический герой. Ну, на самом деле, это выглядит страшнее, конечно, чем есть на самом деле, как вы понимаете, да? Спокойно можно везде ходить. Но, конечно, когда ты понимаешь, что ты идешь по стеклу, и стекло тебя отделяет от такой высоты. То есть, главное, не включать мозги. Правильно? Да. Пойдем там еще пройдем. Вот тоже, да что, тоже насыпные какие-то островочки. Мосты, мосты, бесконечные мосты. А вот там, а, там строят, видимо, мост еще один. Красота. Я на улицу хочу выйти. Можно, интересно, выше подняться? Ага, вот эти аттракционы, про которые я вам говорила. Видите, на открытой площадке. Вот так люди по кругу идут. Давай, твоя очередь. Тут прям целая команда подбежала сфотографироваться. Так, левее, левее. Туда еще немножко. Давай, я тебя. Давай. Так, вот смотри, значок 61. Вот, вот этот лифт наверх, эго. Вот это наверх, а соседний вниз. Нажимай кнопочку. На 61 этаж. Мы с тобой вообще одни. Да что? Мы тут на лифте, ребята, катаемся. И тренажал с 58 на 61, а он взял и вниз поехал. И мы такие, ну, куда это нас везет? Он доехал до первого этажа, двери не открыл и повез нас опять наверх. Ну, покатаемся на лифте. Ай, уши болят. Глотай. Глотаю. Катает нас тут по-разному сату. Вот сейчас смотри, нормально 61 этаж. Ага. Вот мы с такой скоростью вверх летим. Ох, поехали. Все. Он просто по приколу покатал туда-сюда. Вот, открыл, все хорошо. Да, я тоже падала. Так. О, пойдем посмотрим сначала это. Вот, видите все эти джампинги? Вот здесь людей готовят. Слабо было бы прыгнуть? Стоит это зверски дорого. Это Владик. Да. Владик бы год не ел, наверное. Накопил бы денег, чтобы здесь прыгнуть. Я вот уверена на тысячу процентов. Нет. Нет. Говорит, попробуйте. Нет, спасибо. 450 долларов или 500 долларов это стоит. Вот здесь ходят. Видите, вот привязывают здесь людей. И вот они идут вот по этому бортику вокруг. Ну, хотя мне кажется, это не так страшно, как кажется, Игорь. Мне тоже кажется, что это не очень страшно. Да. Но это кажется. Ой, здравствуйте. Это блог. Вы видите блог? Да. Снимаете передачу? Ну, типа того. Вот сейчас здесь был русскоязычный тренер. Мы с ним немножко поговорили. Говорит сейчас мало народу, потому что перед Новым годом в основном приедут. А сейчас говорит, человек 70 в день прыгает. 70 человек. А вот кто-то идет, Игорь. Ой, как интересно. Сейчас подойдем. Смотрите, прижались друг к другу маленькие. Ну, смелые. Хотя это, конечно, безопасно. Видите, все на страховке привязаны. С ними идет, ну, как сказать, тренер, не тренер, как его назвать. Человек, который их сопровождает и который снимает на камеру. И вот видите, делает вот такие снимки. Но, тем не менее, конечно, это мозг хорошо надо обмануть, мне кажется, для того, чтобы вот так смело там идти. В принципе, безопасно, да? Главное, чтобы голова не закружилась. Хотя, если закружится, никто никуда не упадет. Все на страховке привязаны. Игорь меня соблазняет походить. Сейчас мы прыжок увидим немножечко. Посмотрите, как отсюда хорошо видно место, где мы живем. Интересно, заблокирует мне это видео или нет. Там столько музыки. Я ее буду, конечно, срезать, как возможно. Ну, посмотрим, ладно. Может быть, куда-то свою мозгу немножко вставлю, чтобы явно видео не блокировали. Ну, понравилось тебе здесь? Да, понравилось. 10 евро вход с человека. Ну, вот на этом сайте, где я покупала, на Клуг, по 10 евро. На самом деле, я, по-моему, начала говорить и прервалась. Нам фантастически повезло с погодой. Я очень надеюсь, что нам в Гонконге с тобой еще повезет. И что будет солнечная погода, потому что мы там на пик Виктория будем подниматься. Очень хочется посмотреть тоже все с высоты. Хорошая погода. Ну, такая солнечная погода. Здесь это подарок. Здесь тепло. Но климат достаточно сложный, насколько я поняла. Потому что здесь очень часто дымка. Очень часто облачная погода и дожди. И очень нередко здесь бывают тайфуны. И когда тайфуны, то не перебраться по ладе. Почему у них здесь сплошные мосты везде? Вот. Я даже когда смотрела, там что-то в Гонконге, по-моему, я метро рассматривала. Там даже есть какие-то места, куда надо прятаться в момент тайфунов. Ну, то есть эта погода здесь не очень предсказуемая. И вот то, что вот мы видим такую, ну, практически безоблачную дымка немножко какая-то есть. Но такую солнечную погоду, мне кажется, это нам просто дико повезло. Я не надеялась на нее. И тепло. Игорь хоть и ходит ветровки, но тепло, правда? Тепло. Я в легкой кофточке, и мне прекрасно абсолютно. Мы с тобой селфи-фотку не сделали. Ну-ка, иди сюда. Надо напонять. Давай разворачиваемся. Я селфи-палку забыла. Что ж ты? Он все хочет нас затащить туда. Говорил. А вы сейчас не поверите, что мы будем делать с Игорем. Вы просто не поверите. А вот будет сюрприз, что мы сейчас будем делать с Игорем. Ну что, мы купили футболочки. Нам подарили футболочки. Нам подарили футболочки. Это наш тренер. Да, да. Велкам. А что мы делаем? Мы сдаем вещи на хранение. Я перебываю обувь. В общем, мы идем ходить, ребят. Мы вдвоем идем ходить. Да, ребят, вот как-то так. Я в снаряжении. Посидеть нам пять минут. Так, мы в чехле с вами. Для того, чтобы от страха ручки не дрожали и не выпало ничего. Но я надеюсь, что что-то видно. Сидим, ждем свое очереди. Сейчас мы пойдем туда, в открытый космос. Все, мы выходим. Нас с тобой связали одной веревкой. Связанные одной цепью. Выходим. Говорит, я Алекс. Все ответственные за вашу безопасность на мне. Все ваши крепежи. Подтянули. У меня скромный 43-й китайский размер на ногах. Игорь, вот не надо менять. Он в кроссовках был. А как нам с тобой идти? Кто первый, кто дальше? Неважно. Неважно. Иди ты в конце. Давай. Девочки первые. Девочки первые. Я первая. Вот так вот. Вот так вот. Да, мы решились. Я без позиции. Пожалуйста. Я забыл, что у нас есть один русский. Да. Так. Все. Мы стоим с вами уже почти в открытом космосе. Мы сейчас вот здесь пойдем. Страшно ли мне? Нет, ребят. Мне не страшно вообще. Просто такой забавный мандраж. Да? Да. Я понимаю, что теоретически это все безопасно. Поэтому страха нет. Но преодолеть себя, это интересно. Даже в таком минимуме. Да тут дорожки-то широкие. Широкие. В том-то и дело. Я говорю, что... Да. Меня привязали, ребят. И сзади тоже сейчас привяжу. Я тут одна леди. Остальные все мэны. Нормально? Да. Смотрите, до меня пристегивают, пристегивают. А, веревку нашу с тобой. Ну, я говорю, нас с тобой связали. Нет, подвязали уже. Подвязали. Так, с меня сняли заколки, чтобы они не упали. У Игоря проверили все карманы. У меня карманов нет. Карманы. Зато и теперь беззаколочные потом вернут. А вон она, смотри. А, да. Это башня, ребят. Мы фиг знает где. На другом конце земли, на какой-то высоте стоим на телевизионной башне. Ну, 61 этаж. Я правда есть. Я думаю, что они черные русские. Мы просто белые русские. Они такие среднерусские. Сочи. Я из Сент-Петербурга. О, я из Сент-Петербурга. Я думаю, что я видел тебя раньше. Да, да, да. Это причина, окей? Все, поехали. Мы перейдем. Все хорошо? Все хорошо. Я надеюсь, что так. Ребят, мы выходим. Мы пошли. Я начну с маленьким видео. Наша группа почти в полосатых купальниках Все меня сейчас уведут, Игорь Какой ты назвал, мистер? Игорь, где ты? Россия В Санкт-Петербурге Спасибо Как ты делаешь? Ты делаешь хорошо? Хорошо? Можешь? Да, я могу видеть А мы стоим вот здесь Игорь Мы идем с нашими любимыми индийцами, между прочим, в одной группе Там из Индии, из Мумбаи, ребята А мы стоим вот здесь Мама дорогая, кто бы подумал, что я сюда залезу? Да как нифиг делать Пошли, пошли Я использую три острова, очень маленькие Три маленьких острова Макао Вторая там там, и третья там там Монтан, который мы видим там, это третья острова В Хонг-Конг Если вы хотите идти в Хонг-Конг Вы получите дорогу Через мост Ну да, где мы вчера ехали Мы не можем видеть сегодня Потому что Время не будет И На этой стороне У нас есть Китайская дорога И это Видите? Какой маленький Макао Вот здесь уже это китайская территория Ага Макао только здесь Фото Ааа, я это сделала, ребята Я села над этим пролетом Сейчас Игорь туда же полезет Ура-кан 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 Ну что? Да запросто Я только туда вниз не смотрю А вниз и не надо смотреть Посмотришь вниз станет плохо Так что мы не будем вниз смотреть Привет! Все привет Да, мы ждем когда остальные сделают этот трюк ну что я сделала первый трюк и я не упала я трюкать на старости тарет игорь куда нас с тобой только не занесет ну как тебе там ничего нет ребят он живет все хочешь попробовать? так, идем дальше вы можете просто ждать там вы ждите за меня Марина и Блэд? Игорь, идешь? он говорит он тебя Владом будет звать так проще сажусь садиться на попу вот так вот ребята где мы сидим? ну что мы сделали это? мы сели и свесили ножки вот так же сейчас сидели ну слушай нам фотографии да он вышлет я так понимаю мы для этого тут данные все оставляли Влад нет я такой не смогу сделать нет это без меня я не хочу так я сейчас тоже самое делала ребята вот это было страшно это штука это штука держит иди сюда иди сюда открывай руки Очень страшно отпустить руки Когда держишься за трос, кажется, что ты все, и ты контролируешь А когда руки отпускаешь, кажется, что уже ничего не контролируешь Вот это единственное, было страшно А Игорь вообще спокойно сделал, да? Да? Как ни странно Как ни странно, да Вот это у нас сегодня приключение, друзья Звобода и адреналин Страшно, это даже смотреть на других страшно Мне было страшно руки опускать, правду скажу Ну что, это наше последнее было испытание Как красиво Китай Это Китай уже Смотрите, через эту реку, это уже Китай И уже нужен паспорт Паспорт уже, но граница уже Видишь? А вон, кстати, по граничной контроле везен Видишь? Ты нужен паспорт А, все, уже туда паспорт нужен Балденно красиво Сохраняем позицию Сохраняем позицию Мы с тобой не ели сегодня ничего Вообще Маковые росинки во рту не было Поэтому нам не страшно Игорь, чувствуй себя троллейбус Мы привязаны здесь Игорь Давай Вот такие у нас теперь штуки Ну он говорит, как встать правильно То есть он отвечает за нашу безопасность, конечно Игорь, что с тобой? Ты уже сам это делаешь С ума сойти О, я лучше всех поняли Спасибо, ребята Тут еще одна активность есть Можно на самый верх залезть туда Ну это уже мимо нас Спасибо Ну все, возвращаемся Счастливые Игорь, мы это сделали Игорь все по краю ходит Все, мы довольны Возвращаемся обратно Мы это сделали Здорово Да, нам понравилось Доброе утро Добрый вечер Добрый вечер Да, все Россия А парень сейчас к прыжку готовится Посмотрите Вот его сейчас будут Ноги ему завязывать Как бы прикреплять страховки Все Вот отсюда прыгают Ну что, Игорь Мы с тобой освободились от страховки Что скажешь Что скажешь? Ваше впечатление Прегрась Классно Я могу тебе без страховки Ты Слушайте, Игорь настолько там вообще прокайфовал Что только этот наш, как у Алекс Только он отвернется И крыши висит где-то над пропастью Ну там это реально безопасно Да, там очень крепкие страховки надежные Ощущение надежности вообще Ходить вообще не страшно Вот мне было страшно отпустить руки Вот это да Ну что, ребят Такого приключения у нас еще не было Все когда-то бывает впервые Это круто Итак, мы вышли на улицу И давайте посмотрим на эту башню Вот она Вон там мы сейчас ходили Так, ребят Мы обнаружили бесплатный шаттлбасс Который до нашего отеля должен идти И вперед Возвращаемся в наш райончик И везите нас обратно Так, ну мы здесь посидели немножко Минут 10, наверное А, вот 6, видишь Ровно в 6 он поехал Вот, и едем вот сюда К нашему отелю Гранд Гранд казино Леспуа Башню проезжаем Все Поздно включила камеру Так Вечерняя Макао Хороший автобус такой Народу мало Ай, как красиво Красивое, конечно, место Ну что тут не проедешь Сразу видно, где выходим Все сверкает, Игорь Геннадь Время 6 с лишним Пойдем позавтракаем Пойдем туда-то Зайдем Посмотрим Ну мы сейчас туда зайдем И не позавтракаем Так, здесь и везде, насколько я знаю Можно снимать Все красоты Это самое старое казино Лиссабон Лиссабон Лиссабоа Вот это здание Которое я вам много раз Уже показывала И я так понимаю Что здесь много Антиквариата Из частных коллекций Даже Какого-то Американского Что ли Товарища Да Это Фигура Фигура такая С кулаками Пойдем сейчас Закинем В наш отель Вот сюда Пакет Это вот эти футболки Которые нам Подарили В честь Нашего прохода По краю А где тут переход? А вон смотри Там лифт даже какой-то едет Посмотри Видишь? Лифт ездит И он переход туда Вон переход Вот тут там и есть Вот так может быть Теперь Наверное Вот И пойдем Сейчас наверное Прогуляемся До Соседнего казино Вин Может быть туда зайдем Но самое интересное Для меня лично Не зайти туда А посмотреть Шоу Фонтанов Там фуникулер Вроде какой-то есть И расположено Это казино Недалеко от нас Куда пешочком Пройти можно Поэтому сейчас Бросим вещи И пойдем Я думаю Что где-то по пути Найдем какую-нибудь Едальню И все-таки Что-нибудь Себя забросим А то честно говоря У меня уже Немножко голова Крошится Ехали Мы сейчас Смотрим Все Вот так Поднимемся Вот тут Пройдем И спустимся Как раз У нашего отеля А то здесь Видишь Кругом Надо будет Обходить Переход Так Понялись О Ничего себе Даже с траволатором Ну Игорь Для тебя Все прям Делают Только попади В казино Вот смотри Видишь Опять Переди Надпись Казино Казино Вокруг Одни Казино Ребята Здесь Выручка В 6 раз Выше Чем в Лас-Вегасе Это Самое Казиношное Место В мире 70% Дохода Всего Макао Это казино А люди Проигрывают Свои Наверное Целые состояния Я не знаю Кто выигрывает Бывает такое Что кто-то выигрывает Мне кажется Это такая ерунда Вот проигрывают Все Да Слушайте Миллион долларов Сегодня выиграем Нет Мы договорились Что мы в казино Зайдем И даже Немножечко Там поиграем Но немножечко У нас оговоренная Небольшая сумма С собой Которую Можно потерять Без Особых Нервов Нет Тут так же На эту же сторону Лид Мы тут путаемся Ну такое круговое Все это казино Этот отель Мы тут немножко Блуждаем Но в целом В целом Уже почти Ориентируемся Вот видите Как я и говорила Можно на бесплатном Шаттлбассе Прямо вот отеля От отеля Вот от этого От Гранд Лесбуа Доехать До этой башни Так же по-моему Бесплатные шаттлы Оттуда же ходят На Макао Ферри Лодочная станция Не лодочная Как они называются Как называется Это не катер Это не барон Катер Извини Забыла Что ты не читал Ну что друзья Этот выпуск Я наверное Заканчиваю Сейчас у нас Начинается Вечерняя жизнь Макао Это я уже Смонтирую В следующем видео А мы с вами Скоро встретимся Всем пока